Впереди у нас наш любимый формат, это конкурс пичи. Михаил Авдеев, представитель фри на Урале. Он поможет. Коллеги. У каждого выступающего будет одна минута, чтобы рассказать о своем бизнесе и влюбить в себя. Я вижу людей, которые готовы выступить. Мы расставили все по очередности. Тут как бы каждый выбирал, хочет он первым выступить или последним. Итак, я приглашаю на сцену, напоминаю короткие правила. У стартапа одна минута. За одну минуту нужно влюбить в себя. За одну минуту нужно показать, что вы делаете, чего вы хотите достичь, какой цели вы добиваетесь здесь. Кто-то будет искать клиентов, кто-то инвесторов, кто-то партнеров, кто-то людей в команду. У всех свои цели. В общем, наверное, можно уже начинать. Итак, стартапы, принимающие участие, я прошу выстроиться здесь. Очередность вы все знаете. Приглашаю на сцену первый проект. Герои лаб. Встречаем. Добрый день, ребят. Наш проект «Лаборатория героев» – это проект про нас, про меня лично. Когда-то в какой-то момент времени я решил, что надо все поменять в этой жизни и задал себе вопрос, что я могу. И получилось так, что кроме диагнозов вроде клиента ориентированности, стрессоустойчивости, я ничего не нашел. И мы подумали о том, что было бы необходимо описать людям самих людей. И мы предлагаем участвовать в такой платформе, которая будет систематизировать, собирать данные у пользователей, систематизировать и давать какие-то потом небольшие резюме. Мы используем нейросеть для того, чтобы эта вся история работала. Наше преимущество – это, в общем-то, в первую очередь обратное планирование и современные технологии. Мы будем со временем брать за все за это деньги. Ну, можно присоединяться уже сейчас. Пишите на почту. Мы будем подключать вас к этому участию и помогать вам формировать вашу историю. Спасибо. Спасибо. Приглашаю проект «Автомат». Проект «Автомат». Автомата нет? Все, проехали. Я бежу. Зондирование… А, нет. Бежит, бежит. Ну, ладно. Давайте, минута пошла ваша. Зондирование земли готовится. Добрый день. Михаил меня зовут. Я представляю проект «Автомат». Это упаковка за один день. Суть в том, что сейчас нам делают сайты, нам делают трафик, нам делают много чего для того, чтобы наш бизнес стартовал, чтобы он начинал работать и приносить прибыль. Это то, что мы называем заявки из интернета. Но в свете последних событий, когда у нас компании, которые хотят это делать много, а те, кто делает это хорошо, мало, у нас получается, что на каждый проект начинает уходить по полмесяца, по полтора месяца. Все сидят, ждут, когда их проект будет готов. И мы получаем результат, который очень похож на те, которые есть. При этом мы уделяем мало времени упаковке смыслов, упаковке непосредственно продукта, услуги. И в связи с этим возник такой проект, чтобы упаковать за один день. Упаковать, рассказать о продукте, рассказать о том, как его приобрести и сократить время между стартом непосредственно интернет-маркетинга для компании и получением конечного результата, получением клиентов. За один день можно получить уже готовый инструмент продаж, который будет продавать. Время. Закончилось. Спасибо. Спасибо большое. Проект зондирования Земли. Готовится проект Digital Signage. Всем привет. Я выпускница кафедры астрономии и геодезии. Мой проект – дистанционное зондирование Земли. Для тех, кто плохо понимает, что это такое, именно сейчас занимается этим космонавт Илона Маска, направляющийся к Марсу. Перейдем к нашему проекту. Перейдем к нашему проекту. Есть проблема. Нету на рынке метеорологических снимков. Наше решение построить приемную базу и вывести на коммерческий уровень эти рынки. Вот у вас помощь. У вас дублирующий монитор есть. Для кого это вообще нужно? Это нужно для инженерно-гидрометеорологическим изысканиям, инженерно-экологическим изысканиям. Мы попытаемся решить эту проблему. Мы уже сделали запросы. Люди не используют пока этих снимков, но они готовы сотрудничать с нами. Мои контакты. Пишите все, кто заинтересован вообще в теме астрономии. И пример нашего снимка с российского метеором номер два. Также у нас есть связь с американскими NOAA 18 и 19. Спасибо. Спасибо, Ирина. Следующий проект Digital Signage. И готовится Short Stories. Добрый день. Есть такое страшное слово. Digital Signage звучит. На самом деле это система управления экранами и разными медиа поверхностями. Варианты использования, например, перед кассами в Burger King или вот таких вот медиа поверхностей. Наша команда разработала свою собственную систему, которая решает следующие боли, которые возникают при решении подобных задач. Когда используются обычные компы, бытовые телевизоры или там профессиональные решения, которые стоят кучу денег. Вот так выглядят эти боли на улицах и там в магазинах, когда используется обычный телевизор, который рекламу не показывает или когда используются обычные компы, которые показывают, вот как все могут видеть TeamViewer окошко. Значит, наша система облачная, каждому телевизору ставится плеер и администратор может управлять кучей телевизоров удаленно. И нашему проекту есть чему гордиться. На Иннопроме и на WorldSkills все телевизоры управляются именно нашей системой. Спасибо. Очень круто. Short Stories и готовится Lampus. Всем привет. В общем, суть проекта Short Stories такая, это можно сказать, как Pinterest или Instagram, только вместо фотографий и картинок у нас будут различные рассказы и стихотворения, например. Вот. Мы ставим такую проблему, как людям нечего читать и некуда писать. В основном начинающим писателям некуда писать, потому что есть определенные форумы, но через них как бы не получить какую-то известность, чтобы, например, издатели вас заметили. Вот. Для писателей, то есть у нас есть текстовый редактор, где есть несколько различных шрифтов, которые можно выбрать и, получается, можно создать свой рассказ, например. А для читателей, получается, мы можем увидеть такую ленту с различными историями, которые мы можем почитать в дороге, например. Можно сохранить их себе и почитать и посмотреть. Вот. Спасибо. Так, целевая аудитория. Вот есть ProZa.ru, есть стихи.ru, есть различные паблики ВКонтакте и там, в общем, целевая аудитория. У них, в общем, около миллиона пользователей. Монетизация. Так как это социальная сеть, то в основном монетизация будет на рекламе, на подписках на писателей и поднятие своих рассказов или стихов в топ. Время. Вышло. Данил, спасибо. Спасибо большое. Передавайте следующему. Лампус готовится. Ленебот. Даште, меня зовут Никита, я представитель Лампуса IT. Вот. Моя компания, она предоставляет пользователям средства для решения их проблемы. Их проблема заключается в том, что у них есть какие-то каталог продаж и, к примеру, у них есть какой-то продукт, но у них нету достаточной упаковки для него. И я предоставляю платформу Telegram для решения их проблемы. Есть несколько услуг, которые мы предоставляем. Одна из них – это промплощадка. Telegram является отличным местом для презентации своих проектов высокотехнологичных, потому что аудитория Telegram – это в основном юные предприниматели и уже более старшая аудитория. Вот. Также одна из проблем – это общение. Зачастую мы не можем предоставить достаточно людей, которые смогут общаться с вашими клиентами. Telegram-бот может с легкостью заменить ваших консультантов и представить вам ответы на часто задаваемые вопросы. Так, дальше. Одно из основных наших продуктов – это так называемый викс для ботов. Короче. К примеру – простота. Простота веб-интерфейса может помочь создавать продукт без единой строчки кода. Как только мы сможем это реализовать, Telegram сможет открыться для множества людей. Отлично, понятно. Контакты. Так, контакты. Можно найти в Telegram по нику Lampus IT или написать в почту или позвонить по телефону. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо, Lampus LaniBot и готовится look-in. Всем привет. Меня зовут Клюки Никита. Сегодня я хочу вам предоставить проект в сфере онлайн-образования. LaniBot. LaniBot – это бот в Telegram, который помогает изучать английский язык бесплатно по 10 слов в день. В этом году мы выходим на азиатский рынок, поэтому нуждаемся в поддержке людей, которые уже имели опыт работы на китайском, южнокорейском или японском рынке. Если из вас есть такие люди, то, пожалуйста, напишите Мирбеку, мы будем вам очень благодарны. Если у вас есть друзья или знакомые, то сфотографируйте и отправьте эту фотографию своим друзьям. Немного о нас. Спустя 8 месяцев после создания бота у нас уже более 80 тысяч пользователей. Мы зарабатываем по модели подписки и мы выгодны с точки зрения экономики. В конце 2017 года мы привлекли венчурные инвестиции от самого активного венчурного инвестора России. Мы ставим перед собой амбициозные цели и решили с пацанами, что будет классно, если ребята из ЕКБ смогут привлечь по всему миру более 50 миллионов пользователей. Для этой цели мы создадим бота на самых популярных мессенджерах на платформах, самых популярных мессенджерах в мире, такие как WeChat, Line и уже в разработке у нас Facebook и Viber. Кто занимается чат-ботами, пожалуйста, пишите мне в Telegram, будем общаться. Всех люблю. Спасибо, Ленинбот. Look in и готовится RoadHub. Добрый день. Проект называется Look in и наша миссия сделать понятный и доступный каждому умный дом. Мы делаем устройства. Всего в проекте предусмотрено 11 устройств. Одно из них вы видите на экране. А еще мы ищем инвестиции. На первом этапе нам требуется 60 тысяч долларов для того, чтобы запустить первые три устройства на рынок. Поднимите руку, у кого есть дома умный дом. Отлично. Значит, вы либо хорошо зарабатываете, либо вы очень технически подкованы, так как основные две проблемы на рынке – это высокая стоимость и сложность настройки. В чем наше отличие? Наше устройство работает децентрализованно по схеме рабового интеллекта, а также есть удобная настройка через приложение, то есть настроить его могут даже ребенок. А еще наши устройства могут работать практически с любой другой системой умный дом. В чем наша сила? В компетенциях, в проработанном процессе производства, в готовых прототипах и в большом сроке работе над проектом, к которому мы уже набили все возможные шишки. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Проект RoadHub. Готовится в social code. Добрый день. Меня зовут Иван. Я сооснователь проекта RoadHub. RoadHub помогает самостоятельным путешественникам найти попутчиков и организовать их совместное путешествие в одном месте. Сейчас люди ищут попутчиков в социальных сетях, но многие их объявления остаются нереализованными. Почему это происходит? Во-первых, объявления быстро теряются в ленте. Во-вторых, недостаточно информации о поездке, а также о тех людях, с которыми придется ехать. Также чем больше людей, тем больше мнений. Чтобы прийти к какому-то общему заключению, приходится потратить на это много времени и использовать различные сервисы. И также никто не хочет приводить деньги заранее незнакомцам. Нашим решением является объединить поиск попутчиков и планирование в одном месте. Если с первым пунктом достаточно все понятно, то благодаря планированию группы путешественников могут эффективно решать организационные вопросы. И для этого у нас есть различные инструменты, такие как заметки, чат, места, карты и тому подобное. Сейчас у нас команда из пяти человек, у нас есть рабочий продукт, подтвержденный спрос. Мы в поиске инвестиций для быстрого роста, а также для реализации основного функционала. Мы ищем информационных партнеров и организаторов различных коммерческих поездок. Кто является таким, то вот моя почта и телефон. У меня все. Спасибо. Спасибо, Родхаб. Социал-код готовится, VR-дайвер. Здравствуйте, меня зовут Артем Аментас, представляю компанию Социальный Код. Два года провели мы в Англии исследование, чтобы украсть, в смысле, чтобы получить технологию определения типа личности за одну секунду. Собственно, что мы сейчас делаем в Екатеринбурге? Мы проводим автоматическую оценку личности человека на основании персональных данных, а именно определяем соответствие кандидата на должность как соискателя, так уже и работающего. В Екатеринбурге мы уже поработали с компанией Кредос, где проанализировали 16 человек. Они уже, к сожалению, наняли другую компанию, которая потратила две недели и два часа времени каждого работника. Мы сделали за 16 секунд и всего лишь за одну встречу предоставили все данные, кого какие психотипы, кто должен работать в бухгалтерии, кого не уволить, перевести в другое подразделение. А протестировать можно по ссылке, которая здесь показана. Так что можете проверить себя. Спасибо. Ищите social code software в социальных сетях. Гобин, вы очень короткий выбрали. Молодцы. Спасибо. VRDiver готовится. Всем привет. Я Алексей Лусенко. И я расскажу вам о проекте VRDiver. Представьте, вы приходите в бассейн, надеваете специальную плавательную маску и отправляетесь следовать затонувшие корабли, инопланетные фантастические мира, плавать с дельфинами или русалками. Уникальная система подводного трекинга точно отслеживает все ваши движения, а состояние невесомости делает ощущения на редкость правдоподобными. В настоящее время в мире индустрия виртуальных развлечений стремительно растет. Парки развлечений наращивают количество виртуальных аттракционов. Аквапарки только начинают вступать в эту борьбу, и нам есть, что им предложить. Наш проект находится на стадии полностью рабочего прототипа. Он получил положительные оценки профессиональных дайверов Екатеринбурга. К нему проявляет интерес аквапарк Лимпопо. Мы ищем инвестиции и экспертизы в области индустрии развлечений, ведь в мире только начинают появляться компании, ориентированные на разработки в области водной и виртуальной реальности. Поэтому мы намерены ускорить наш выход на рынок, чтобы использовать наше технологическое преимущество. Спасибо большое. Спасибо. Юдекс и готовится 13.37. Добрый день. Меня зовут Максим, я представляю проект Юдекс. Наша цель – дать возможность каждому человеку, каждому из вас стать криптовалютным баффетом. Мы делаем софт, и нашим клиентам не так важно знать, как работают децентрализованные криптовалютные биржи. При этом очень важно, чтобы он достигал результата положительного каждый день. Мы помогаем ему в этом. Сейчас мы видим, что рынок криптовалют – это золотая лихорадка, в которой очень важно участвовать. Мы предлагаем не вкладываться в криптовалюту непосредственно, но мы предлагаем вкратце в IT-компанию, которая создает софт для того, чтобы люди зарабатывали там деньги. Почему Юдекс? Юдекс – ты и децентрализованная криптовалютная биржа. Также на китайском языке это выглядит в виде двух иероглифов. Первый иероглиф означает превосходство, второй иероглиф означает нравственность. Китай для нас один из самых больших рынков, и мы для них крутые и ответственные. Извиняюсь за то, что… Формат пичи предполагает короткое выступление. Спасибо. Спасибо. Попередите на контакты. Есть слайд с контактами? Нет? Хорошо. Все, спасибо. Ждем 13.37 и готовится OneTorrent. Всем привет. Меня зовут Илья. Я представляю сервис 13.37 для организации и поиска киберспортивных турниров. Наша аудитория – это организаторы и, естественно, игроки киберспортивных турниров. Я, будучи самым организатором, как и другие организаторы, столкнулся с проблемой других сервисов. Это ограничение количества участников и всего 4 шаблона для настройки турниров. Сейчас наш сервис не имеет ограничений по количеству участников, а также 12 гибких шаблонов. Аудитория рынка киберспортивных турниров сейчас достигает 2 миллионов активных пользователей в месяц. И сегодня мы готовы пообщаться с тем, кому интересно вообще тима киберспорта. Спасибо за внимание. Спасибо, 13.37. Ну, собственно, вот та интрига, которую Лена держала. Нет. OneTorrent. Деньги, деньги. Всем привет. Меня зовут Алексей Никонов. Я представляю портал аренды OneTorrent. Мы продвигаем концепцию свободной жизни. Сейчас людям не нужно пользоваться вещью. Им нужен эффект от использования этой вещи. Вам не обязательно покупать дрель, чтобы один раз просверлить дырку. Или купить дорогой костюм, чтобы его одеть один раз в жизни. Ну, максимум два раза оденете. Наша миссия, чтобы вещи пользовались 100%. Мы представлены в 45 городах России, в двух странах. У вас есть OneTorrent? Скачивайте мобильные приложения, заходите на портал, пользуйтесь нашими услугами. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. На этом конкурс печи мы заканчиваем. Напоминаю, что у нас будут призы для проекта, которые принимали участие. Это месяц обслуживания от сервиса Кнопка. И еще призы от фонда развития интернет-инициатив, то есть от нас. Мы их объявим в конце, в 17.30. В 17.30, когда будут вручаться все призы по итогам конференции, мы наградим команду, которую эксперты, а в частности Сергей Негодяев выберет, те, которым им больше всего понравятся. Они получат призы от кнопки и от фри. Сейчас мы делаем перерыв на час. Это обеденный перерыв. Подожди, сейчас я расскажу, что будет. Сейчас я расскажу, что будет и сделаю свою работу. Ребята, у нас закончился конкурс печи, но я прошу вас еще минутку внимания. Помните, я вам вначале говорила о проекте, который выросли как раз за полгода. OneTorrent – это была именно эта команда. Это был конкурс печи, они выходили первыми, они вывели на сцену корову. Очень серьезная подготовка это все требовала. В двух словах, сколько у вас сейчас, что было с вами в сентябре и что с вами сейчас? Когда мы приехали в Питер, мы были в двух городах России. Мы проверяли гипотезу, но мы думали, что это бизнес. Но на самом деле мы тогда проверяли гипотезу. Вот нам Питчи дали, знаете, что мы начали делать все по учебнику. Мы взяли, послушали, как это должно быть, как сделали лидеры рынка и сделали то же самое. Сейчас у нас 80 тысяч пользователей. Мы в 45 городах России, в двух странах. Я всех призываю делать по учебнику. И тогда будет точно стопроцентный результат. Спасибо большое. Это сейчас был не заготовленный момент абсолютно. Это саксессорий, который вот ребята подошли ко мне буквально в перерыве. И мы познакомились с ними как раз таки полгода назад. А сейчас у ребят от гипотезы до бизнеса уже путь пройден. Хорошо. Спасибо вам большое за внимание. Спасибо, что выдержали первую половину дня. Сейчас... Спасибо. Спасибо.